всех приветствую в этом видео я хочу немножко рассказать о процессе отладки реплики звуковой карты innovation ssi 2001 вот у меня в руках собственно заводская плата которую я заказывал для производства по идее эта плата должна была работать на любых и со совместимых компьютеров у нее шина isa8 бит и все отладка то есть все проверки работоспособности разного рода по игр я проводил вот на вот этой платформе это материнка с процессором 386 dx частотой 40 мегагерц с процессором 4 мегабайта памяти в общем такой старенький слабенький компьютер на небольшой а тэшной платки вся отладка производилась здесь но как только я заменил платформу на более быструю это был и 486 свой лб-шины и pentium 1 и mdk 62 сразу начались проблемы эта реплика не хотела на них нормально работать к сожалению вместо музыки в п x player было что-то отдаленно на ее похожим но мелодию можно было только угадать сплошные артефакты заикание из совершенно спонтанные звуки в играх типа altima 6 или быть блат звука не было вовсе иногда раздавались редкие щелчки но мелодии не было вообще я несколько огорчился потому что надеялся что это аудиокарта будет работать и в более быстрых машинах но вот она почему-то не захотела это делать играла она в п x play примерно так а а а а а а а после некоторого огорчения я решил списаться с человеком который помогал восстанавливать схему этой платы а конкретно он восстановил схему тех дорожек которые не было видно по фотографиям региальной платы под всеми этими чипами я это сам установить не мог борис фокс а так никнем этого человека смог это сделать благодаря чем появилась вот эта заводская плата который уже после создания этой схемы разводил я по фотографиями в полученной схеме от борис фокс я с ним списался попросил его помочь с этой проблемой почему не работает реплика на более новых материнских платах и недавно я получил от него ответ там было перечислено две правки вот здесь вот около триггеров 7474 надо было сделать две правки но по сути вот одну из них я уже можно сказать отменил я проверил она никак не повлияло на работу карточки я решил ее пока временно отключить вот главная правка сейчас я приближу чтоб можно было разглядеть 4 вот эта микросхема отключен от старой схемы на плате и привязан к 11 выводу вот эта микросхема собственно после этого ура ура реплика заработала на всех материнских платах с и со слотом которые у есть наличие сейчас я это продемонстрирую а и а а а а а а а а и и а и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Собственно, вот так теперь эта карточка работает везде, где мне хотелось бы. Чему я бесконечно рад. Ну что ж, спасибо за просмотр этого видео. Оценивайте, понравилась она вам или нет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео по этой теме и по другим техническим темам, коих у меня на канале много. спасибо за внимание спасибо за внимание